Как в Старомосколе соблюдается закон о рекламе? Правильно ли проходят государственные торги и следуют ли предприниматели закону о защите конкуренции? На эти и другие темы пообщались представители средств массовой информации с руководителем Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. В 2019 году работа службы в основном направлена на реализацию национального плана развития конкуренции. При этом должны быть достигнуты три основных показателя. Наличие в каждой из отраслей экономики не менее трех субъектов. Один из которых должен относиться к частному бизнесу. Второй вопрос, который достаточно серьезный, это снижение количества нарушений допускаемых органами власти антимонопольного законодательства в два раза в 2020 году по сравнению с 2017 годом. И третий основной результат, который должен быть достигнут по выполнению национального плана, это количество государственных закупок у субъектов малого и среднего бизнеса должен быть увеличен в два раза, достигнут 30%. На реализацию 10 национальных проектов из федерального бюджета в Белгородскую область поступило уже порядка 9 миллиардов рублей. Совместно с прокуратурой антимонопольная служба следит за тем, чтобы эти средства расходовались по назначению и строго в установленном законном порядке. На сегодняшний день нами проверено более 100 различных закупок, как по жалобам определенных хозсубъектов, так и по собственной инициативе в ходе проведения внеплановых проверок. Всего по староскольским заказчикам в рамках 44-го федерального закона о госзакупках поступило 41 жалоба, из них только по четырем выявлены нарушения, но они не касаются закупок в рамках нацепроекта. Антимонопольная служба следит также за соблюдением закона о рекламе. На сегодняшний день самое распространенное нарушение – это реклама по телефону. Это незаконные смс-рассылки и рекламные телефонные звонки. Если брать, что всего за 2018 год было выявлено 67 нарушений закона о рекламе, то 23 из них, больше трети – это именно рекламные смс-рассылки без согласия абонента. Ни в одном из районов области нет отделения управления Федеральной антимонопольной службы. Оно находится только в Белгороде. А потому и контроль за соблюдением законодательства в нашем городе зависит только от приездов представителей службы в Староскол или от заявлений граждан. Так что если староскольцы столкнулись с нарушениями, стоит проявить гражданскую ответственность и написать заявление на сайте антимонопольной службы.